Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 118 выпуск, на дворе весна 2020 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Маракасов, разработчик свободного ПО. Дим, привет! Привет всем! Ну что, расскажи по традиции, как давно ты чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир и как пришел к свободному ПО. Давай поговорим. Да, и сейчас, забегая вперед, сразу скажу, что, в принципе, Дима является автором, разработчиком такого проекта, как Repology. Это про пакеты, всякие мониторинг пакетов в Linux мире, скажем так. О чем мы тоже, конечно же, сегодня много подробно поговорим. Но давай начнем с тебя, как ты пришел в IT. Ну, начал я рано. Насколько я помню, лет 7 у меня появился компьютер. Что-то в районе 476 до x266. Как сейчас помню. Ну, как и дела. ДОС, Нортон Коммандер. Ага. Цей Геймс. Вот. И где-то через год я задал отцу вопрос, как писать игрушки. Вот. Он тогда ничего не ответил толком. И, в общем-то, сказал, что это сложно. И, как бы, таким образом отмазался. Ну, а через неделю таки принес книжку Фаронова. Вроде как основа трубы Паскаля. Ну, и где-то в этот момент оно, наверное, началось. Вот. Ну, потом что-то я изучал Паскаль, писал. Потом зачем-то он меня насильно фактически перевел на C. Причем сам-то он особо в программе не избирается. Но, видимо, кто-то на работе мне что-то подсказал. Ну, это, конечно, было правильное решение. Ну, а дальше оно как само пошло. C, потом C++, Visual C и так далее. Слушай, ну, Паскаль-то ты, понятно, еще в школе 7 лет. То есть, ты еще в школьные времена годы, так сказать, изучал. А на C тоже прямо в школьные годы уже попал? Или все же где-то ближе к институту? Я уж не знаю. Вот туда. Да нет. Ну, вот на Паскаль-то я не то, что долго писал. Поэтому, наверное, C начался, а еще 10 меня не было. Ого. Ничего себе. Ну, как бы, не надо думать, что ты там писал супервещи. Если бы, конечно, тогда был доступен интернет, гитхаб и так далее, то все могло бы быть гораздо круче. Вот. Ну, всякие поделки я постоянно какие-то кодил. Угу. Вот. Ну, и можно сказать, собственно, да. А в школе-то в школе мы на корветах изучали бейси какой-то. Там до Паскаля было. Очень далеко. Паскаль только где-то в 10-м класс начался, наверное. Ну, понятное дело, что там на Паскале уже как бы осваивать особую школу нечего было. Поэтому там я тоже писал игрушки. Вот. Ну, в общем, так продолжалось, наверное, до уже института. Ну, в том плане, что ничего ценно написано не было. Вот. А просто постоянно что-то писалось в огромных количествах. Но без особых, как бы, законченных проектов и так далее. Угу. Вот. А в институте, наверное, уже в курсе на втором. Чего-то я для себя решил, что пора освоить что-то униксовое для саморазвития. И почему-то выбор пал на FreeBSD. Тогда еще 4.7, насколько я помню. Хорошо. А вот это тут, знаешь, всегда вот с линуксами, как бы, большинства, по крайней мере, людей, ну, и с тех, с кем я общался, выбор линукса зависит от того, какой у тебя рядом был гуру, который что-то знал. Да, вот у меня тоже был старший товарищ, скажем так, он был там FreeBSD-шник, да, и поэтому я, так сказать, мой путь, ну, такой серьезный знакомство с линуксом, как бы, начался с FreeBSD, да. У кого-то это там было, ну, не знаю, Debian, поэтому человек там ушел в Debian, да. Вот у тебя тоже был какой-то старший товарищ, кто там, или ты вот как-то сам просто так, скажем так, с течением обстоятельств попал в мир FreeBSD, да, в хендбук, например, потому что у них офигенная документация, да, и хендбук просто читать одно удовольствие. Как бы, расскажи. Ну, я не знаю, повезло мне или нет, ну, гуру у меня не было, да и вообще особо никого не было вокруг, кто программировал или юниксами занимался, поэтому как-то я сам вот взял и начал. А почему я в World FreeBSD, я даже не могу еще сказать, может быть, меня испугал зоопарк дистрибутивов в линуксе, я не мог выбрать их, вот, а может, мне название понравилось, оно как-то салин звучит. Ну, как я изучал, я тоже особо не помню, ну, хендбук, наверное. Или хендбук, или какие-то книжки были, не помню. Ну, был у меня второй компьютер под столом, и, ну, то есть, сейчас обычно кто-то спрашивает, там, поставит FreeBSD виртуалку. Я лично считаю, что это обычно ничем не заканчивается, поскольку, ну, как бы, есть виртуалка, ты его запустил один раз, не понял, что делать, выключил, забыл. А тут все-таки был компьютер, на котором можно было что-то делать, он постоянно работал, и началось там настраивание всяких сервисов, всяких там почты, FTP, не FTP, FIDO, что там только не было. И, наверное, через годик оно прикочевало уже на дисктоп. Вот. И где-то, наверное, еще через годик-два я уже что-то начал контрибутить порты. О, ничего себе. Да, конечно. Порты, конечно, меня, наверное, поразили в хорошем смысле, поскольку, как бы, ну, тогда еще не было никаких там апсторов и так далее, то есть, аналогов для меня не было магазина-приложений, где, как бы, есть все, что вообще есть в мире. Ну, грубо говоря. Ну, да. Вот. И сами по себе они, как бы, казались несложными в том плане, что свой порт можно было написать. Вот. И я начал портировать какие-то игрушки на FreeBSD. Тогда еще был ресурс HappyPinguin.org, который назывался LinuxGameTom. Там публиковали новый релиз игрушек опенсорсных. Угу. Вот. И все это дело я начал отправлять, а потом мне дали CommitBit. Наверное, уже к концу института где-то. Вот. И с тех пор я очень много комичу порты. Вот. И вообще считаю их, наверное, самым главным, что есть в FreeBSD, потому что, ну, ядро, понятное дело, что... Нельзя сказать, что оно супер, там, современное, и, там, тягаться с Linux'ом, может, в поддержке железа и так далее, каких-то фичей. Вот. Но эти фичи, они весьма специфичны, и можно без многого жить. Но пакетная система – это, как бы, краеугольный камень всего. Вот. И то, как она сделала FreeBSD, это... Это замечательно. Честно говоря, вот были у меня несколько раз крамельные мысли, может, попробовать Linux, когда что-то в FreeBSD, там, кардинально меня не устраивало, не работало. Но я даже не смог выбрать вот по такому критерию, как система пакетов. Интересно, интересно. Сейчас вот эту мысль попробуем раскрыть. Я просто вспоминаю свои времена. Да, конечно, там тоже у меня BSD появилось на десктопе, ну, практически сразу, как только я начал с ним как-то взаимодействовать. Вот. Но там, конечно, в те, по крайней мере, времена выбор, так сказать, компьютера под операционную систему был. Не как сейчас ты выбираешь операционку, какую хочешь поставить на свой комп, да, а ты, так я там открывал, значит, совместимую поддержку драйвера, какие там в BSD, чего в сетевухе поддерживают, какие там мамки, какие видюхи. Выбирал те там, ну, собирался, соответственно, да, чтобы у меня там BSD завелась без проблем. Вот. Вот. И, конечно, в этом плане с драйверами железа, да, у BSD всегда было немножко такое отставание. Ну, с другой стороны, все же, я не думаю, что это прям критично, и для тех, кто действительно там его любит, как бы это никогда не составляло большой проблемы, по большому счету, вот. А расскажи немножко, вот раскроем мысли про пакеты. Ну, давай, наверное, может быть, друг, там, не все наши слушатели там, линуксоиды, и, возможно, знают вообще про особенности там пакет-системы портов в BSD, вот. Может быть, раскрою немножко, вот, чем он тебя так привлек, ну, и, может быть, скажешь, что это вот как бы единый такой репозиторий, который в BSD мейнтенится, там, все по правилам, все по полочкам, нет такой помойки зоопарка, там, как в линуксах, где, там, вот, поднять какой-нибудь еще один свой RPM-репозиторий, туда что-нибудь наложить, и оно будет там тебе ставиться куда-нибудь, там, в юзер, локал, лопт, я не знаю, куда тебе хочется, вот этого всего. Ну, вот какие-то свои мысли, собственно, чем он тебе так, вот, чем тебе порты так нравятся по сравнению с другими? Ну, по сравнению-то мне, собственно, особо сравнивать их не с чем, поскольку, ну, у меня весьма поверхностное знание о других, как бы, пакетных системах. Но, наверное, одно из самых главных, это, как сказать, организационный подход. Ну, например, Debian, опять-таки, я могу ошибаться сильно, но мне кажется, что там много бюрократии, вот эти все гайдлайны, там, которым надо жестко следовать, и формат пакетов, когда там они берут пакет, добавляют в него свой каталог Debian с какими-то обязательными change-логами, патчами, make-файлами, чем-то еще, вот, и потом уже собирается бинарный пакет. Тут все проще, во-первых, со структурой, ну, как бы, аналоги тоже есть, там, тот же Archon здесь, ну, как сказать, прям золотая средина вообще. С одной стороны, есть хорошие правила, жесткие, которые по большей части поддерживаются, например, поддержка системных флагов, сборки, там, стандартные пути все, и вот такие вещи, ну, то есть базовые, чтобы как раз-таки не было помойки. А с другой стороны, он достаточно открыт, то есть, закоммитить порт очень просто, не надо, ну, даже если ты накосечешь там сильно, тебе поправят все это дело, ну, то есть, скажут, что сделать, там, есть несколько линтеров для этого всего, которые, ну, там, подскажут, как, в каком порядке директивы определить и так далее. Вот, и, в общем-то, ничего не нужно, чтобы закоммитить, ну, то есть, не закоммитить, а засубмитить порт, который потом, соответственно, коммитеры посмотрят и закоммитить. Вот, это, в общем, ну, технологически, ну, технологически, как бы, есть минус в виде мейка, поскольку, на мой взгляд, это не идеальный формат для таких вещей, но, опять-таки, если задуматься, то лучше ничего я бы не назвал, поскольку фишка мейка в том, что он декларативен, а это тоже очень удобно, то есть, тебе не надо писать, там, конфигур, make, make install каждый раз, а ты просто пишешь, что этот порт использует конфигур, вот, и далее оно, во-первых, само работает, а во-вторых, когда надо что-то глобально поправить, например, в конфигурах была такая проблема, что, ну, в гензионных скриптах они не умели десятую версию FreeBSD, потому что они одну циферку там хотели. А, интересно. Включилось две. Вот, и, ну, если, грубо говоря, в императивной скрипте-сборке пришлось бы что-то патчить, то здесь ни один порт не изменился, просто глобально сделали патчинг вот этого дела. Ну, то есть, понятно, что там, например, в Gintu есть хек-конфигур, вроде называется, функция, которая, по идее, это делает, но все равно декларативность – это круто, потому что есть всякие там опции, которые еще удобным образом друг с другом взаимодействуют, и, наверное, императивно так было бы сложнее написать. Вот, и в итоге вот простота, собственно, портов и демократичный подход к принятию вклада, вот, наверное, вдвоем они обеспечивают, ну, как бы, крутизну портов. Вот, и, наверное, собственно, переходя потихоньку вот к моему проекту, начинал с того, что я хотел посмотреть, насколько порты FreeBSD отстают или там опережают всякие Linux и другие BSD и вообще другие системы. Вот, и, в общем-то, я не то, чтобы я сильно надеялся, что они намного лучше, но оказалось, что они фактически на первом месте. Вот, и это, наверное, как раз-таки последствия вот этих двух факторов, на мой взгляд. Угу. Слушай, ну, как раз, коль ты уже так сам подвел к своему проекту Repology, расскажи, вот, да, предпосылки. Я понял, ты хотел как бы просто понять, насколько там порты BSD-шные отстают по там релизам, да, вот там текущих актуальных версий какого-то там программного обеспечения. По сравнению. Вот расскажи, как ты тут все это затевал, как ты там придумал, как написал, там, сколько у тебя времени на это ушло, как это все развивалось. Угу. Ну, идея-то, наверное, она в воздухе витала. Просто никто, и я в том числе долгое время, ну, как бы не дошли до этого руки. Наверное, оно, можно сказать, началось еще в году в девятом, когда я на Viki FreeBSD написал страничку о том, как у нас поддерживаются опенсорственные игрушки. Вот, оказалось, что мы тоже там на одном из первых мест. Я сравнил просто количество игрушек на том самом сайте, который с геймтомом в разных дистрибутивах, еще где-то. Вот, и эта страничка висела, не обновленная, и хотелось ее обновить. Ну, так как руками уже не хотелось никуда лазить, решил написать утилиту. Первая версия была статическим генератором HTML-ек, которая там, ну, качала репозитории, грубо говоря, парсила их, и генерировал HTML-ки. Ну, вот из этого все и выросло постепенно. Вот это было четыре года назад, насколько я помню. То есть проект уже четыре года с лишним. Вот. Ну, и, соответственно, довольно быстро эти HTML-ки стали огромными, потому что даже когда она поддерживала всего порядка четырех или шести дистрибутивов, уже, ну, матрица, понятное дело, растет. Вот по вертикали там были проекты, которые, ну, так как по покрытию проектов репозиторий пересекаются, конечно, но каждая добавляет что-то свое уникальное. Вот. А по горизонтали таблица росла в виде новых дистрибутивов и версий и так далее. Ну, то есть, там, например, если каждой версии Ubuntu добавить, которых уже там шесть, наверное, поддерживаемых уже получается много. Вот. Ну, и, соответственно, надо было писать нормальное положение. Я решил это дело заодно освоить, во-первых, Python, во-вторых, Postgres. Потому что Web-ом я особо не занимался. Ну, то есть, когда-то в молодости у меня был Perl, из-за которого, собственно, получил первую свою работу в IT. Вот. Но Perl с тех пор как-то завял. А Python выглядел весьма актуальным. Ну, и, собственно, почему бы его изучить? Ну, из-за одного Postgres, как то же самое. Одно из самых продвинутых свободных из данных. Вот. И, в общем-то, не пожалел я об этом. Ну, конечно, у Python есть свои ограничения, но в основном в плане производительности, в которой я, в принципе, уже уперся в некоторых местах. Но, в целом, все равно можно его использовать. Понятно. А расскажи тогда немножко поподробнее, да, Postgres, какой там у тебя, соответственно, используешь ты там, не знаю, хранимки просто как BD, обычную реляционную. Python, соответственно, там, ну, третий наверняка, как бы, не 2.7. Вот. Но тоже интересно, ты говоришь, что ты там уперся. Ну, в целом, расскажи вот про архитектуру проекта. То есть, я там видел, что у тебя, в принципе, весь RepoG состоит там из трех, по сути, таких модулей, ну, глобальных проектов, по крайней мере, на GitHub, да, то есть, это там фронтенд, по сути, апдейтер, как я так понимаю, самая главная эта штука, которая, собственно, лазит, собирает, и всю инфу. И еще там некие какие-то правила, собственно говоря, сбора, я так понимаю, или там обработки. Вот, расскажи немножко про все это. Ну, да, так и есть. Ну, фронтенд, что, питон, ну, понятное дело, третий, потому что, в целом, наверное, можно понять, если я там начинаю сравнивать последние версии, то я не очень люблю Legacy, поэтому питон сразу был взят третий. Соответственно, питон третий, Flask и Bootstrap для HTML. Вот там я, так сказать, привержен из старой школы и не особо люблю JavaScript, поэтому там по минимуму используется клиентский код. Вот, в целом, генерация обычной HTML-ки шаблонов. И, соответственно, подтягиваются данные с базы. Вот, ну, фронтенд там ничего сильно интересного нет, наверное. Ну, да, понятно, да. Самое, конечно, интересное, да, это бэкэнд. Вот, ну, самое главное там, наверное, это вот код, который парсит различные типы репозиторий. Сейчас там порядка 70, ну, как бы, можно репозиторий объединить семейство, например, весь Debian и все, производят него, включая Ubuntu. Ну, понятно, да, что как бы формат пакетов, тут важен формат пакетов, а не столько их количество, как бы. Да, 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 да. Вот, там все это используется информация. Соответственно, таких вот семейств всего этого, порядка 70, и для каждого есть свой парсер. Ну, много репозиториев, ну, не сказал бы, что много, но значительное количество либо имели какой-то удобный для парсинга формат, либо пошли навстречу и сделали его. Ну, понятное дело, что удобнее всего какой-нибудь JSON-чик, в котором максимум информации о пакетах есть. Вот, и в идеале этот парсер представляет себе 10 строчек кода, который просто потоковый партный JSON и раскладывает поля по структурке. Вот, в худших случаях там, конечно, все сложно может быть. Ну, да, да, потому что по парсингу какого-нибудь там, одно дело, как там, и не файл. Ну, более-менее, скажем так, форматированный текст еще куда бы не шло, но, хотя он везде должен быть форматированный, но я так понимаю, что есть, наверняка, исключения и какие-нибудь неожиданности на пути. Ну, в целом, в целом, да. Ну, даже структурированные форматы иногда бывают совершенно экзистентными. То есть, бывают вещи, у которых, чтобы информацию о пакете получить, надо расплачивать, там несколько структур, бывает всякие там... Ну, много чего бывает, на самом деле. Слушай, а вот ты, вот интересно, ты говоришь, там порядка 70 штук, то есть, ты в любом случае, так сказать, ну, пришлось влезть, там, поизучать, как они там, все эти форматы устроены. Вот, что ты можешь сказать там про документацию? Потому что, я так понимаю, ведь эта же информация используется и там людьми, которые хотят, так сказать, там, собрать пакеты, собирая, да, ведь, по сути, это же как бы оно же, да, то есть, там, не знаю, вот, ну, наверняка у Debian нормальная документация про то, что хранится в Debian пакете, где там взять метаинформацию. Я уж молчу, так сказать, там, насколько она может быть хороша, но, по крайней мере, написана. Ну, вот, какие-то другие, наверное, менее документированные, что ты скажешь про это? Ну, на самом деле, все не так, потому что, я-то, Парш, не пакеты сами по себе. Ну, репозитория, мета-данные репозитория, да, 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 конечно, да. Ну, да, да, а как бы Монтейнер совсем с другой стороны подходит. Да, не перепутал. Честно говоря, не нужна документация. Берешь просто файлик, скачиваешь его, смотришь внутрь, и вроде уже понятно, что это. Ну, то есть, когда это JSON или XML, это и так понятно, а когда что-то текстовое, обычно это KVL обычный, у которого просто в разных форматах, по-разному, многострочный файли опарсится. Вот, и, в общем-то, пожалуй, все. Никакой документации не нужны для этого. А, ну, то есть ты, в общем, обошелся, по сути, таким, достаточно, ну, без какой-либо, так сказать, необходимости там изучения еще чего-то. Но были ли там какие-то сложности? Может быть, ты там связывался с какими-то там авторами, собственно говоря, репозиториев, чтобы понять, что-то выяснить, какое-то такое? Либо же все-все сам просто разобрался и без проблем. Ну, обычно связываться надо было, чтобы попросить что-то сделать, потому что иногда были какие-то пригодные для использования вещи, но у них что-то не хватало, что было несложно добавить. Иногда там была мета-данная, там, для одной части репозитория не было, для другой и так далее. Ну, как-то, честно говоря, оно само происходит. Например, ребята из Homebrew, сначала у нас даже какой-то конфликт был с одним из его ключевых монтейнеров, не помню, из-за чего там мы поздорили, но в итоге все закончилось тем, что они сами выложили отличный JSON, в котором все структуривно разложено, и я на него все переключил. А так, в этом плане самые неприятные вещи были, то есть несложные, а именно неприятные, когда приходится в репозиторию тащить какие-то внешние скрипты или зависимости, которых не хотелось бы иметь. Это было для, не помню, чего, по-моему, для MacPorts. Там в каком-то формате стерилизации специфичном для TCL, по-моему, там был какой-то дамп. Его надо было парсить скриптом на этом TCL, это было неприятно. Но потом его тоже перевели на JSON, и, в общем-то, я от него избавился. Поэтому сейчас там... Никаких скриптов уже не вызывается, все делается на питоне. Из-за зависимости, ну, по сути, LXML для JSON-а мне пришлось написать потоковый партер, который... потому что бывают огромные JSON-ы, их память штатным JSON-ам засасывать очень тяжело. Поэтому я написал быстрый потоковый партер JSON-ы, из которого, например, если у тебя словарь 100-мегабайтный, он просто итерируется по... по элементам этого словаря, и все в память не засасывает. Вот это прислось сделать. Ну, кстати, как дополнительный побочный продукт, это, в общем-то, хорошая штука, я считаю. Кто-то может его себе заиспользовать. Ну, ты его тоже наверняка там выложил, так сказать, в Пайпе. Да, он называется, кому интересно, JSON-слайсер. Есть на Пайпе. Можно его использовать. Ну, и кроме этого, там, единственное, RPM используется, потому что у него свой бинарный формат. Используется какая-то сериализация из РАБи, по-моему. Ну, и... И портабуф еще для одного репетитория. Устанавливает текстовый формат, который партится с обычным, там, итеряцией по строкам, и, может, чуть-чуть кода. Ну, понятно. Хорошо. А как у тебя, соответственно, я так понимаю, просто ты там, условно говоря, там, крон, который там по ночам, ну, или в какое-то время, не знаю, с какой-то периодичностью лазит, а краулеры собирают все эту инфу, да, так сказать, в фоне и складывают ее просто в базу, да. А фронтенд, независимо от сборщика, собственно, просто это получает. Ну, примерно, грубо говоря, так, да. Ну, на самом деле, он обновляется чаще. Сейчас, вот, последние полгода я его оптимизирую. Он раньше обновлялся там в течение до шести часов. Сейчас он обновляется, ну, раз в 20 минут, в лучшем случае. Прямо вот все 70, так сказать, типов, или сколько там у тебя этих, вообще, репозиториев-то там еще больше, собственно говоря. Семьдесят только разных. Да, репозиториев там больше, там их порядка 270, наверное, сейчас уже. Ну, там всякие есть оптимизации. Он, например, поддерживает Last Modified, он посылает. То есть, если по HTTP не изменился контент, соответственно, он ничего не делает. Там, кстати, есть еще набор фетчеров разных, потому что мы разные репозитории качаем с разными способами, но, конечно, меньше, чем 70. Там есть вечер для Гита, для Арсинка, для просто Штемельфалика и так далее. Вот. И часть из них умеет понимать, что концепт не изменился, и, соответственно, тогда нам ничего не надо обновлять. Вот. Ну, самое тяжелое, это вот когда... Ну, про это, наверное, чуть похоже скажу. А в плане обновления... Ну, да, сейчас по крону. Я хочу написать демон, который будет это более правильно делать, асинхронно. И, ну, короче, более эффективно. Вот. А потом он распашенно складывает локально, и потом все репозитории вместе заливаются в базу данных. Это нужно, чтобы, ну, грубо говоря, от... От набора пакетов, которые принадлежат одному проекту, считается хэш. Хэш сравнится с базой данных. Если он изменился, соответственно, мы высылаем базу данных в все эти пакеты и обновляем этот проект. Собственно, агрегация пакетов в один проект – это вот основной ноу-хау Repology. Собственно, это вот вторая большая часть кода, кроме кучи партеров, это вот еще вот этот кусок, который пытается... Пакеты, которые по-разному называются в разных депозиториях, где-то еще по-разному версии именуются и так далее. Вот это... Да, вот это был мой следующий, собственно, вопрос, как бы, потому что... Ну, у которых все хотел задать, что действительно, как бы, ну, понять, на что у тебя там пакет называется везде одинаково, ну, вопросов нет, там, не знаю, баш, он почти везде, наверное, называется баш, и, в общем, с ним проблем нет. А вот есть какие-то вещи, которые там, префиксы, суффиксы, чуть-чуть по-разному, вот, как ты решал вот эти проблемы? То есть просто это некий маппинг, который, так сказать, с опытом там... Или бы какой-то есть эвристика, которая как-то пытается это анализировать, предлагать какие-то варианты, что вот это, скорее всего, оно сравнивать. Вот расскажи. Ну, эвристики есть, наверное, в планах, хотя вообще не люблю такие подходы. Они, мне кажется, непредсказуемо будут работать. А сейчас есть, грубо говоря, набор правил, написанных руками. Понятное дело, что написал 4 года, поэтому количество правил там уже 16 тысяч, но это было размазано большое время, и, как бы, написать правило это, грубо говоря, там, полминуты или там 10 секунд. Ну, понятно, просто маппинг, условно говоря, как конечные названия пакета, и какие имена превращать в это, я так понимаю, да, скорее всего, что-то такое. Ну, да, да, там, грубо говоря, регулярки в основном, и то, когда можно много пакетов покрыть одним правилом, если, например, где-то использовать один одинаковый префикс или суффикс для всех пакетов, то это делается одним правилом. Ну, конечно, всякие сложные вещи часто приходится делать там по много правил, которые матчат индивидуальные имена, и, соответственно, приводят их к иному знаменателю. А потом приходится наоборот делать, потому что иногда бывает, что, наоборот, разные проекты не связаны, имеют одно название, и их приходится разделять. Вот, и отдельный, как бы, набор правил для версий, потому что кто-то, бывает, делает фейковые версии, которые еще не вышли, и это выглядит так, что вышла новая версия, и, соответственно, все остальные монтейнеры начинают жаловаться, что вот вы нам предлагаете обновиться, а версии такой нету. Вот, это тоже приходится фиксить. Интересно. В общем, это, ну, вот, как бы, ну, грубо говоря, brute force. Не супер технологично, но вроде как надежно, и не требует очень много времени на поддержку. Вот, а в целом, в целом неплохо работает. Понятно. Слушай, ну, мы, кстати, так углубились немножко с тобой уже в технику. Давай немножко расскажем, в принципе, какой, расскажи, какой у тебя вообще функционал вот у Repology есть, то есть, как бы, это просто, ну, можно посмотреть, там, витрину, какие, где пакеты. Что это, что он дает, там, не знаю, мейнтейнерам, что он дает, там, разработчикам, что он дает конечным пользователям, как бы, кто им пользуется, то есть, какие задачи или, там, вопросы можно решить вот с помощью этого проекта твоего. Ну, да, с этого, конечно, начать надо было. Ну, главное, что он дает, это видение того, как каждый проект опакетчен, ну, во всех репозиториях, ну, грубо говоря, или почти во всех. Вот, ну, это самое удобное, конечно, мейнтейнерам. Наверное, основная фишка – это способ оповещения о новых релизах. Конечно, у многих репозиториев есть свои утилиты, которые лазают по AppStream'ам. У некоторых репозиториев есть вообще продвинутые вещи, они, там, для каждого пакета у них задана страничка, на которую надо смотреть регулярка, которая может выпустить оттуда версию, и так они узнают, там, о том, что появилось. У FreeBSD тоже есть такой проект, но он проще работает, он смотрит на то, что появились файлы для скачивания новые, которые похожи на старые, но с новой версией. Вот, но это вот есть не у всех, и, как бы, они могут пропустить чего-то, а это такой дополняющий, понятное дело, что функциональность пресекается, ну, как бы, одно другое не заменяет, но дополняющий источник информации о новых релизах. Вот. Потом мне, как мантейнеру, например, полезно узнавать о новых проектах из него, потому что, ну, например, я могу получить список игрушек, опакетченных, грубо говоря, в Дебене, и посмотреть, чего из них нету во FreeBSD, может что-то новое портировать. Вот, потом я вижу мантейнеров из других проектов, я могу сразу перейти по ссылкам на пакеты. Сейчас это не очень вообще сделано, но, наверное, потом я это улучшу. Короче говоря, чтобы, ну, просто полезно посмотреть, как люди чего пакетчуют, возможно, я что-то забыл, может, они что-то патчат, может, там какой-то недочет есть, который кто-то увидел, запатчил, а я, например, пропустил. Может, какие-то уязвимости были, которые там тоже надо запатчить. Вот. Потом, ну, можно в целом связаться с мантейнерами, потому что, в основном, наверное, к счастью, в большинстве репозиториев мантейнеры явно указываются в виде имейла. Тоже был момент в Slack builds. Они указываются в виде офицированных имейлов, там, где это заменяется на две буквы, это, например, там, и так далее. В общем, я пытался их диафосцировать, но потом меня просили так не делать. Я подумал, что, наверное, да, если люди не хотят свои имейлы святить, то они, наверное, не нужны, но в то же время они, наверное, не могут пользоваться проектом, потому что, короче, нужны чистые имейлы, потому что иначе один и тот же имейл официруется по-разному, и потом их нельзя. Ну, понятно. Да-да, сложновато может быть, могут быть ошибки, а это как бы менее приятно, чем просто не дать имейла. Понятно. Ну да, в общем, в итоге можно всегда с мантейнерами связаться. Ну и всякие там побочные фишки есть. Например, в прошлом году я сделал чекер ссылок, то есть он проверяет из тех репозиторов, откуда он может выпросить ссылку на домашнюю страницу проекта и ссылки на скачивание, он проверяет их доступность. Вот, и в итоге я могу посмотреть все недоступные ссылки в пакетах, которые я мантейнюю. Тоже полезная штука. Вот, ну, как бы вот мантейнер – это самое главное, потому что я вроде как делал его как мантейнер, но Абстриму, то есть авторам проектов, он, в общем-то, тоже весьма полезен, потому что, опять-таки, они видят всю картину пакетчивания. Я не знаю других способов ее получить, потому что это как бы надо гуглить, искать, наверное, явно заходить на все страницы дистрибутивов, искать там имя своего проекта и так далее. Ну да, логично. Они опять-таки, они могут, опять-таки, и вот это одна из фичей, которая хочу сделать, оповещать их о патчах. Ну, то есть не то, что оповещать, а просто в явном виде показывать список патчей, которые поменяются в различных дистрибутивах, потому что не всегда, к сожалению, патчи посылаются в Абстрим мантейнерами, а в то же время в них могут быть полезные вещи, которые можно отмержить и делать всем хорошо. Ну, это, условно говоря, ты имеешь в виду, что вот там есть какой-нибудь, не знаю, проект, просто у него, не знаю, курл банальный, да, CVR, вот он просто, SRC как бы окей, но дальше каждый дистрибутив может накладывать какие-то свои там патчи для того, чтобы создать из него. Ну, на этапе сборки пакета, да, и вот ты хочешь, если имеешь в виду, их показывать, да, кто что накладывал, или я тебя немножко неправильно понял. Не-не, все правильно, да, вот так. Понял, понял. Ну да, это может быть интересно, потому что там вот те же самые всякие там такие крупные, ну, я, по крайней мере, слышал там про всякие RedHut и Enterprise и прочее, они действительно бывают, патчат какие-то вещи просто, ну, потому что там что-то нашлось, действительно, пока там еще разработчик не дошел, там не слил это, не реализовал в своем, как бы, исходниках своих, да, они накладывают сами какие-то патчи и тем самым выпускают там новую версию. И, в принципе, наверное, да, разработчику может быть интересно увидеть, что, о, там действительно запатчили уже баг, как бы, если вдруг ему его почему-то не прислали, или он там его как-то не дошел до него, можно увидеть. Интересно, интересно. Хорошо, а вот для конечных, что-то третья категория, собственно, конечные пользователи, для них чем что-что есть, какие плюшки, возможности, функционал? Ну, вот это, наверное, мне сложнее сказать, потому что, ну, как сказать, возможно, кто-то для себя что-то найдет, ну, прям, чтобы он был суперполезен, ну, возможно, сравнивать, ну, то есть, как бы, конечные пользователи уже пользовались какого-то дистрибутива, собственно, зачем им всю картину видеть. Если он не мантейнер. Ну, а так, возможно, кому-то это поможет выбрать дистрибутив. Возможно, кому-то поможет сравнить дистрибутивы по каким-то критериям. Правда, сейчас инструментов для этого напрямую нету, но какие-то наметки есть. Кто-то просто ищет на нем проекты, не знаю, с какой целью. Ну, то есть, как каталог проектов, наверное, как-то так. Слушай, ну, например, знаешь, вот, как вариант, как некая фича, это, например, просто подписка на какие-то репозитории с целью получения обновлений, когда там появится какой-нибудь там новый пакет или еще что-то. Ну, то есть, одно дело, ты, конечно, можешь там каждый день, там, не знаю, юмапдейт делать, да, там, или апдгета вызывать, но это не очень, наверное, наглядно. А тут ты, условно говоря, зашел, сказал, так, слушай, я хочу подписаться, там, не знаю, на репозиторию такой и ждать, когда там в нем появится там пакет какой-нибудь новый, интересующийся, и тем самым раз он появился, получил, соответственно, там, какой-нибудь e-mail, я так понимаю, эти фикашку про то, что что-то случилось. Ну, собственно, вообще, кстати, расскажи, есть ли у тебя какой-то у него там внешний API и какая-нибудь вот там фича типа подписок, да, для тех же самых там мейнтейнеров, авторов. Они могут там подписаться и просто, так сказать, в виде пуша, ну, то есть, не заходить смотреть, а именно подписаться на что-то там, например, что на свой пакет, да, я мейнтейнер, вот мне будут прилетать апдейты с тем, что, о, твой пакет появился, там, не знаю, в таком репозитории, твой пакет появился в таком репозитории, вот что-то такое. Ну, такое есть, да. Ну, то, что ты для пользователей сказал, честно говоря, не понял, в чем смысл, потому что, ну, как раз таки сделать юмапдейт вроде как логично и получить обновление, а ждать какого-то обновления, которое может и не быть, конкретного пакета, это не совсем понятно. А RSS, да, есть, ну, точнее, не RSS, а там, фиды есть для отдельных проектов, собственно, там публикуются новые релизы и обновления в различных дистрибутивах. Есть фиды, но фиды на самом деле доступны и в виде HTML, и в виде RSS, поэтому как бы можно на них подписаться и посмотреть на сайте. Вот, фиды для мантейнеров есть, но там самое полезное, потому что я сам ими пользуюсь, так сказать, eat you on dog food. Ну, я понимаю, да, как бы. Это самое главное, самое главное, согласен. Вот, туда тоже посылаются обновления, ну, то есть, новой версии. Вот, и вот в последнее время я замечаю, что он работает быстрее, чем родная тулза FreeBSD, которая называется SportsCout, которая вот по... ну, находит новые файлы с релизами. Короче, репози уже быстрее работает. Вот, а по покрытию, ну, опять-таки, наверное, они... каждое что-то свое находит. Ну, то есть, одно другое полностью не покрывает. Ага. Вот, и есть фиды для репозиториев. Ну, во-первых, то же самое, что для мантейнеров просто оно общее. Ну, потому что не у всех репозиториев есть такое понятие мантейнер вообще. Бывают коллективно, коллективно, как бы, поддерживаемые репозитории. Но бывают просто репозитории, которые пока не предоставляют информацию о мантейнерах. Типа, например, Арча. Ну, то есть она у них там... ПКГ билда, конечно, есть, но вот в той выжимке, которую репози качают, это, к сожалению, нету, поэтому... Поэтому приходится вот... Ну, как фэллбэггерам, говоря, есть фид для целой репозиториев. Понятно. Ну, а так самое полезное, конечно, для мантейнеров. Новые релизы. Понятно. Слушай, а расскажи, вот много ли у тебя пользователей, собственно говоря, ну, понятно, что ты сам пользуешься, но, может быть, ты знаешь, как бы, какие-то там у тебя есть статистики, кто еще этот проект использует, там, получал какой-то фидбэк, что, да, там, кто-то еще юзает, разработчики, мантейнеры, еще кто-то. Ну, это, конечно, и есть. Потихоньку он набирает обороты, хотя, в общем-то, маркетингами я не особо занимаюсь, там, поисковой оптимизацией и прочими делами. Но, вроде как, видимо, профессиональность в среде он распространяется. Ну, сейчас порядка 100 тысяч уникальных пользователей в месяц, по моей статистике. Ну, это прилично. Ну, наверное, для вещи, как бы, специфичной, наверное, это прилично, да. Вот, а так, еще я забыл упомянуть, есть такая классная фишка, для проекта можно, короче, генерить картинку, которая представляет собой табличку репозиториев и версий в них. То есть, можно у себя в Redmi на GitHub вставить эту картинку, она в высоком формате, ну, как бейджи, грубо говоря. Да-да, где сразу будет видно, в каких он репозиториях есть, какая версия, вот это все, да, прикольно. Да-да, вот, и вот это тоже полезная вещь, как бы, для всех, ну, и для пользователей, которые могут видеть, как там проект, который им интересен, где он как опокечен, и для авторов. Прикольно, слушай, это прикольно, да. И вот они тоже потихоньку распространяются, и, в общем-то, отрадно наблюдать, что они попадают в проекты, которые я сам использую. То есть, я там захожу на страницу, вижу там свой бейдж, это весьма круто. Ну, приятно. Проросли популярные проекты, там, Mercurial, Smartman Tools, Awesome, Escape и так далее, Remin, там, Gajim, что-то еще есть, Latex даже, по-моему, который на тех. Прикольно, слушай. Они потихоньку встречаются. Слушай, а расскажи, что по нагрузке, как бы, вот, у тебя сейчас это все живет там на одном сервере, либо это, как бы, ну, пока ты не испытываешь проблем каких-то там с нагрузками, то есть, еще не настолько там, просто если там бейджи, как бы, они же, я так понимаю, на прямую же себя тянутся, то есть, есть некий URL, по которому ты получаешь всегда актуальный бейдж, условно, ну, бейдж, назовем его, хотя там, табличку, туда, свгшечку. Вот, просто если их там, условно говоря, станет, там, не знаю, десятки, там, тысячи, и там, ну, постоянно кто-то заходит в проекты, то есть, как бы, что с нагрузкой, как бы, она, расскажи. Ну, тут проблемы, как бы, есть, ее нету, например, с бейджами все просто, потому что GitHub, ну, на котором они, собственно, чаще всего показываются, он, у него есть профи, грубо говоря, он заходит ко мне раз, там, не знаю, в неделю, обновляет этот бейдж, ну, наверное, вряд ли в неделю, наверное, чаще, но, тем не менее, если даже страницу проекта смотрят, там, тысячи пользователей, он сходит ко мне один раз, скачает картинку, загаширует ее, вот, поэтому, прям, такой взрывной нагрузки не создается. А, прикольно, я, кстати, вот это не знал про GitHub, что он, что он кэширует, про прокси его. Да, вот, на сайтах весьма посещаемых бейджи тоже размещаются, вроде как, это пока нагрузки не создает сильный, но есть проблема, некоторые пользователи хотят, есть бейджики для отдельных репозиториях, им, как бы, не нравится один большой бейджик, они хотят много маленьких, и вот они делают страничку, где там 50 бейджей, и они все грузятся разом. Ну, как ни странно, как ни странно, даже это пока держится, вот, но вот у меня первая идея, вроде как, питон, я за 4 года освоил, поражу дальше двигаться и написать как раз-таки утилку, которая конкретно бейджи генерит, на голе, расте, не знаю пока, взять, ну, в общем, это вот место, которое, скорее всего, понадобится развивать, вот, но, а потом они кэшируются у меня локально, я забыл про это, вот, поэтому, в общем-то, сильно большой нагрузки в этом месте не будет. Ну, ты, по идее, тоже можешь, условно говоря, поставить у тебя в себя в виде фронтайн джинкс, который, как бы, слазил в бэкэнд питоновский, сгенерил картинку, положил свой кэш, отдал клиенту, если вдруг пришел следующий клиент прям тут же и запросил то же самое, то, как бы, нет смысла лезть к тебе в бэкэнд, там, можно отдать из кэша, и это, как бы, сразу снижает на тебя, там, большую нагрузку на, именно, анализ, генерацию, вот эту выборку, это же все, в базу надо слазить, там, везде все посчитать, пусть, там, это не такие уж большие, может быть, запросы, там, но, опять же, чем больше будет пакетов, тем больше будет, как бы, расти и база в том числе, ведь, так что... Ну, да, так и есть, я просто забыл, забыл про это. Да, там, МГХ, он кэширует, прежде всего, как раз-таки, бэджи, потому что странички нет смысла кэшировать, они, во-первых, обновляются часто, во-вторых, перезапрашиваются нечасто, а бэджи там кэшируются, да, поэтому, я забыл про это, в этом месте проблем нету, вот, но некоторые странички генерятся достаточно долго, ну, в моем понимании, долго это, там, то, что больше 100 миллисекунд, и, наверное, не уйдя от питона, с этим особо ничего не сделать, потому что в базе оно немного времени проводит, а вот перекладывание, там, данных в питоне уже начинает упираться в это. Ну, пока все терпимо, вроде как, там, все-таки, это, там, сотни миллисекунд, как с этим можно жить. Ну, ну, да. В будущем, возможно, тоже какие-то отдельные вещи можно будет оптимизировать. Ну, опять-таки, там, с текущей архитектуры можно будет, например, разные части сайта раздавать из разных, из разных фронт-эндов, прозрачные. На инжене все их, соответственно, ротить. Вот, и, в общем, это можно, не переписывая все, что, понятное дело, плохой подход, как бы, что-то оптимизировать. Но сейчас, повторюсь, глобальных проблем с производительностью нету. Вот, и все это работает на одной VPS-ке. Причем, так как цикл обновления, он постоянно работает, и, фактически, одно ядро все время занято тем, что оно прогоняет все обновившиеся пакеты через набор правил. То есть, по сути, там остается два ядра на базу и фронт-энд. И, в целом, ну, там нету никаких замедлений, ну, то есть, заметных пиков во временах ответа. В общем, все работает хорошо. Ну, хорошо. В планах, опять-таки, сделать бэкэнд на отдельной машинке, потому что там начинают появляться идеи сопутствующих проектов, которые будут сильно диск мучить. Вот, и тогда, в общем, станет еще лучше. Понятно, понятно. Слушай, а мы еще, знаешь, что не обсудили, какие-то есть аналоги с похожим, может быть, понятно, что он может быть не на 100% совпадающим функционалом, но, тем не менее, вот первое, что приходит на ум, это, конечно же, Packages.org, да, сайте, где тоже можно посмотреть, там, поискать пакет, увидеть, там, его зависимости какие-то. Ну, больше, наверное, это для конечных пользователей все же, да, но, может быть, вот ты еще какие-то другие, знаешь, похожие тузы или инструменты. У меня есть небольшой списочек, но, честно говоря, не назвал бы их аналогами, потому что, ну, основной фишки – это, как бы, взгляд на все пакеты одного проекта. Такого, по-моему, нигде нет. Ну, а так, да, Packages.org есть, но это выглядит просто как список пакетов в каких-то дистрибутивах. То есть, там есть поиск, наверное, полезен скачать проект, которого, может быть, в репозитории нет, может, какой-то, ну, там, например, из другого репозитория в совместимом формате. То есть, RPM, там, да, CentOS, там, не знаю, из Fedora. Вот, а как аналог я бы его не воспринимал. Похоже, сайты есть, я, правда, забыл, как они называются. У меня где-то был список. Но вот именно насчет аналогов есть такой сайт Release Monitoring.org. Вот это Fedorovsky, насколько я знаю, лироткатовский проект. Кажется, он называется Anitya. Ну, то есть, сам, грубо говоря, код. Вот эта штука, которая каким-то общим образом умеет лазить, я так понял, по обстримам и тоже детектить новой версии. Вот, и она там, вроде как, в списке поддержанных репозиторий там есть тоже совершенно разные репозитории. То есть, не только RPM-based, вот, а вплоть до FreeBSD. Вот, ну, как-то она странно выглядит, потому что с FreeBSD там всего порядка 10 пакетов. Такое чувство, что там руками можно добавить проект, сказать, как смотреть в AppStream, и он тебе будет его мониторить. Ну, то есть, это тоже не совсем то. Ну, в общем, в итоге, может, я что-то пропустил, но, по-моему, аналогов нет. Понятно, понятно. Слушай, ну, хорошо, расскажи, а расскажи вот тогда, знаешь, поскольку, ну, проект в open source, в общем-то, понятно, есть ли какие-то еще контрибьюторы, то есть, вот, скажем так, про open source составляющую часть проекта, кто-то приходит, там, новые какие-то фичи, pull requests, идеи, запросы, либо ты пока все это, в общем-то, так, один. Ну, то есть, появилось ли какое-то, что называется, комьюнити, да, сообщество вокруг проекта, вот, каких-то участников активных, может быть, ну, понятно, что не настолько, наверное, активных, как ты, но, тем не менее, может быть, кто-то еще вот есть, нет, что, как? Ну, как сказать, в общем-то, комьюнити есть, там, если посмотреть, то в каждом из вот подрепозиториев моих там порядка 50-ти катрибутеров, кроме меня. Но это не такие катрибутеры, которые прям фигачат код. У меня еще не было pull request, чтобы мне кто-то прям какую-то фичу сделал. Самое большое, что было, это кто-то засобметил парсер вот для какого-то формата репозитория нового. Вот, а так, хотя, ну, безусловно, то, что она свободная ПО, это как бы плюс, потому что люди часто, ну, короче, в основном они делают маленькие правки. Вот, но, тем не менее, это очень полезно, потому что я не могу за всем следить, а там у многих репозиториев форматы меняются, иногда репозитори что-то неправильно парсят, вот, и часто люди приходят, это фиксят, и получается очень классно, потому что pull request можно потом хоть в метро с телефона, грубо говоря, запровить, вот, и потом он выкатится со мной, и как бы все магически пофиксится в течение, там, минут. Вот, а я бы эту проблему никогда бы не обнаружил. Вот, ну, а такого, чтобы прям код писали, такого, не знаю, к сожалению, к счастью, нету. У меня вот пока нет опыта такого, что прям, прям много кода мне присылали, и я не уверен, что я бы накосачил там планет. Мог бы большие код-ревью проводить вовремя и так далее. Вот, так что, может, это и к лучшему. Ну, то есть, как-то так вот все посредине. Она вроде как есть, но вроде как и немного. То есть, не напрягает, и в то же время полезно. Ну, понятно, понятно. Ну, да, маленькие какие-то исправления, они всегда приятны, потому что, как бы, все мы люди, а их всегда хватает даже банальные какие-то опечатки, еще что-то где-то. Вот, но тем не менее. Да-да. Поэтому всегда радостно, когда кто-то приходит, что-то что-то делает. Понятно. А какие, ну, расскажи, наверное, вот ты, кстати, говорил там какие-то еще, если вдруг мы, ты их не осветил, какие-то тонкости там технические, ты говорил, были сложности где-то в самом начале. Ты про них что-то? Это вот было связано там с парсией, или мы уже их обсудили? Не, ну вот, самая главная тонкость, на самом деле, связана с нормализацией всего этого дела, потому что даже не все можно правилами покрыть. Всякие интересные вещи я узнал про различные дистрибутивные. В основном это касается версий, конечно, потому что вот сравнение версий – это прям отдельная область науки, для которой пришлось написать отдельную библиотеку. Может, тоже кому-то пригодится, кто-то даже ее где-то заиспользовал. Ну, короче, вроде как в проекте, как отдельный проект, отдельный аппозиторий родилась библиотека LibVersion, которая позволяет сравнить две версии, вроде как, ну, с претензией на то, что она это сделает всегда для любых версий. А проблема в том, что в чем? Что, собственно, народ не придерживает, условно говоря, Семвера, да, и именует, как им нравится, а там добавляют всякие там постфиксы в виде там даты, какой-нибудь ерунды, буквок и всякого такого? Да-да-да, именно так. Ну, то есть какие-то репозитории прям не поддерживают произвольные буквы в версиях. Какие-то нормализуют, например, альфа там становится А. Какие-то... Какие-то вообще не поймешь, что это как бы прелиз или пострелиз. То есть там 1, 2, P, 3. Это может быть как прелиз, так и пострелиз. Вот. Ну и, конечно, снапшот – это вот глобальная боль. Ну, то есть когда берут какой-то там гидкомит и обновляют пакет до него. Ну, то есть это на самом деле... Ну, ничего криминального там нету, такое объективно нужно. Вот. Но обрабатывать это пока общим способом сложно. Ну, то есть все, что мы можем сделать, это, грубо говоря, такие версии загнорировать. Вот. Но к хорошему, если была какая-то метаинформация об этом или хотя бы единый формат, то, возможно, можно было что-то с этим более хорошее сделать. То есть как-то сравнить. Ну, или, по крайней мере, автоматически игнорить. Потому что сейчас в основном приходится такие вещи игнорировать руками, когда кто-то пожалуется. Ну, на самом деле, не то, что это плохо, потому что у меня такой подход, что все-таки у нас там 180 тысяч проектов сейчас в базе. Нет смысла писать правила, чтобы сразу писать правила, чтобы все их правильно показывать. В конце концов, большинство из них эти камни никогда не понадобятся. А когда кто-то пожалуется, я их исправляю за сутки. Как с этим можно жить. Вот. Ну, в общем, с нормализацией версии вот там много чего интересного. Кроме того, что... Север на самом деле тоже не идеальная вещь. То есть он мог бы быть, если бы там были просто три цифры. То есть три числа, для которых заданы явно правила. Но там есть суффиксы. Альфа-бета, которые нужно писать через тире. И так далее. И там есть правило, что если оно написано через тире, то это пререлиз. Вот. Но на самом деле эти правила несовместимы с большинством репозиториев. Потому что там может быть тире патч. А это пост-релиз. Вот. В общем, такие вещи. Но сегодня библиотека получилась, и она работает неплохо. Для нее есть бизнес для питона. Сама наноси. И наполовину работающий модуль для постгресса. Потому что в базе можно прям версии сравнивать. Вот. Ну, там... Экстеншн, да, соответственно, для постгресса? Ну, да, 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 да. Понятно. Прикольно. Ну, да, такая как... Важная, сложная, интересная часть, которая аж породила целую библиотеку. Ясно. Слушай, ну, хорошо. Расскажи, какие у тебя там вообще дальнейшие, может быть, планы. Вот ты уже упоминал, какие-то там плюшки для мейнтейнеров планируешь сделать. Вот что вообще, как ты... Пока еще... Вот ты уже занимаешься 4 года, да? Еще, так сказать, не остыл. Хочется дальше продолжать. Да вот, как ни странно, нет. Ну, то есть, как я говорил, в моей жизни писалось много, написано было мало. Но это вот прям, может, даже один из первых особенных проектов, который столько держится, развивается и как бы вгорание не вызывает. Вот, поэтому, я думаю, это хороший знак. Так, вот, а цели... Ну, самое главное, наверное, много кто просил, опять-таки, это в воздухе витает. Надо сделать поддержку уязвимостей. Потому что очень круто репортить уязвимости. Ну, может, не совсем корректно на базе версии это делать, потому что многие... Ну, короче, тут тоже есть всякие подводные камни, но, по крайней мере, сделать так, чтобы писалось, что данная версия может быть уязвимой, это было бы круто и, возможно, улучшило бы ситуацию. С безопасностью где-то. Ну, это, в смысле, читать CV-шки и прям, условно говоря, на страничке пакета там показывать, что, да, вот в версии 1.2 есть как бы подтвержденная уязвимость, поэтому вдруг, если что, можно и обновиться, ну, или какие-то советы, так сказать, информацию, в общем, давать об этом. Да, 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 именно так. Правда, единственное, опять-таки, надо как-то обрабатывать репозитории, которые патчат у себя, их, а версию не меняют. Насколько я знаю, стабильные Debian'ы, наверное, так и делают. Вот, ну, вроде как у них должны быть какие-то, какие-то тоже списки на эту тему, которые тоже надо как-то парсить. И, в общем, это, наверное, большая задача. Потому что, опять-таки, не хочется как бы зазря напрягать народ и говорить, что вот ваш Debian's Table уязвимый насквозь, но на самом деле там все пропатчено, просто они об этом не говорят. Хотя, с другой стороны, если они об этом не говорят, то это тоже плохо. Ну, в общем, да, задача такая есть. Ну, насколько я понимаю, по идее какая-то информация все же в мета-данных об этом содержится. То есть ты же можешь там указывать при апдейте, что хочу накатить только security апдейт. То есть есть понимание о том, какие-то апдейты, патчи, что это связано с security и, наверное, какая-то информация о том, что там и как. Можно, наверное, попробовать, по крайней мере, выцепить. Но, скорее всего, да, надо копать будет. Ну, да. Вот. Ну, кроме этого, еще хочется поддержать GitHub как источник информации о версиях. Вот там тоже не все просто, потому что надо парсить теги. Атоги по-разному называются. Надо писать отдельный демон, который все это обходить будет. Ну, тем не менее, тоже решаемая задача. Наверное, мне когда-нибудь дойдут до него руки. Потому что... Ну, так релиз будет новый, показан, когда он в каком-то репозитории появится. А так он будет показан, когда его AppStream выпустят. То есть, гораздо раньше. Это тоже неплохая вещь. Ну, да-да. Это прикольно было бы. Две главные вещи. А кроме этого, там сотни issues есть. На GitHub, которые в основном я написал. То есть, всякие фишки, которые хотелось бы делать. Там много чего по мелочи есть. Ну, а еще есть крупная, наверное, поддержка новой информации для, так сказать, углубления общей картины, которую могут посмотреть монтейнеры и авторы. То есть, это вот патчи. Наверное, одно из самых главных. И список зависимостей. Ну, потому что тоже он периодически меняется. И полезно было посмотреть, с какими зависимостями зависит именно пакет от других систем, поскольку список этот может быть как неполный, так и, наоборот, избыточный. Но опять-таки, показать его авторам, которые могут тоже его поправить. Ну, да. Мне тоже кажется, это, в принципе, довольно-таки логично. Потому что даже на том же самом package.org, вот я там как просто, так сказать, обычный пользователь, если я там смотрю какой-то пакет, мне, в принципе, полезно видеть о том, да, как он был скомпилирован. Ну, там, если говорить про RPM-ку какой-нибудь, да, для CentOS, там, не знаю, Fedora. То есть, сразу вижу, да, что туда вошло, какие, так сказать, модули, или там, от чего оно еще зависит, required, да, requires. Вот, понимать, да, окей. То есть, опять же, ты, например, ну, типичный кейс, как бы, у меня, как поиск, это когда-то какого-то нет пакета, там, в моем дистрибутиве штата, ну, в общем, в CentOS, да, типичная фигня. И ты такой, ну, ладно, пойду гляну, может быть, где-нибудь там в Fedora где-нибудь найдешь что-нибудь такое. Да, о, есть, но у него там, соответственно, requires такие, что думаешь, боже, это надо половину Fedora еще себе затащить. Нет, спасибо, переживу. Вот, вот, вот такие моменты. Ну, да, но, возможно, не на таком уровне, потому что у нас как бы все немножко обторгировано от версий. То есть, скорее всего, в двух дистрибутивах он будет иметь схожий список зависимостей, но, скорее всего, там будут разные версии, и в итоге пакеты-то несовместимы будут, точно немножко для другого, но все равно, наверное, полезно. Ну, и потом, наверное, какой-нибудь аналитики накрутить интересный. Пока там просто строятся графики небольшие для репозиториев и глобальные, то есть количество проектов, мантенеров там и так далее. Вот для мантенеров там свежие, не свежие пакеты. Вообще, внутри сейчас строится информация, то есть полная история о релизах каждого пакета, и можно строить интересные метрики там по времени до обновления, например, по среднему, по средней задержке пакетов и так далее. Что-нибудь такое. Ну, да, 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 я вот тоже как раз-таки, когда так это смотрел, подумал, что всякие вот такие штуки именно там, как часто реалистом обновляется, как там какая-то, допустим, если опять-таки ты синтегрируешь про CVE, да, какие-то security косяки, то интересно смотреть, как быстро человек там, ну, происходит в этом пакете обновления security fixes. Это же тоже такие штуки, которые, в принципе, ну, для таких промышленных задач довольно-таки важны. То есть ты видишь, что, да, там, когда ты выбираешь, принимаешь решение, допустим, например, там на чем поднимать, не знаю, там, сервера. Ну, обычно это делать так, как бы у кого-то там явные предпочтения в сторону Debian, у кого-то в сторону, не знаю, CentOS, ну, кто-то там, естественно, бездишный. Но, тем не менее, это инфа, которая, мне кажется, такая, может быть очень-очень интересной на выходе. Ну, по сути, это из основного все. Оно еще поиск хороший, потому что сейчас там как бы не то, что поиск есть, а там есть фильтрация списка проектов, которые можно делать по строке в имени проекта, но это не всех устраивает, потому что их много, и там часто влезает что-то, где есть эта подстрока, но не в начале, а в конце, и это никак не связано с тем, что ты хотел. А список там по префиксам, по оригинальным названиям пакетов, что тоже недавно было добавлено, как бы я думал избежать этого, но оно не получилось. Короче, нужно, нужно знать оригинальные названия пакетов, потому что они тоже несут информацию полезную. Вот. Ну и в этом плане, наверное, из хотелок вот это самое главное, а так, есть отдельная большая хотелка написать как бы сайт-проект, который будет давать подробную информацию о портах FreeBSD, потому что те проблемы в данных, которые из FreeBSD парсятся, они, как бы, их можно исправить, распарсив их, ну то есть порты FreeBSD руками. Вот. В общем, придется делать собственный парсер портов. Вот. И родилась идея сделать из него не просто как бы генератор метаинформации по портам, ну более подробный, который нужен для Repology, а целый сайт, к которому реагируется информация о портах вся, ну то есть те же новые версии, обстримы, уязвимости, также статусы сборок во всех, во всех сборочницах, ну и там многие другие вещи. Угу. Это вот как бы, ну связано, сильно связано, ну как бы и побочно вот такая идея тоже есть. Ну, что, хорошая идея, тем более, как бы ты же как раз в общем-то мейн-трейнер именно в первую очередь BSD, вот, поэтому мне кажется. Ну да. А сколько сейчас всего в BSD, как бы, ты, кстати, говорил, что BSD, в принципе, по количеству там пакетов, по каким-то апдейтам, в общем-то, он там неплох в числе лидеров, да, я почему-то как-то раньше, по крайней мере, ну там не знаю, 10-15 лет назад, может быть, больше, BSD, конечно, все же отставал, да, вот как бы в линуксе уже там пудетов каких-то, но опять, линуксы тоже линуксу рознь, вот, но все равно как-то лучше выходило больше туда, чем под BSD, вот интересно как-то из того, что ты там как-то видишь, общаешься, наблюдаешь, там, в том числе и благодаря Repology, нет у тебя вот такого ощущения, то есть как ты считаешь, там, не знаю, каким-то по твоим ощущениям, раньше или сейчас, наоборот, люди стали выкладывать больше появляться пакета сразу, в том числе, там и BSD, и на линуксах, либо все же все равно есть какой-то акцент нового там софта, нового каких-то вещей, которые сначала там появляются где-нибудь там на линуксах, ну, более распространенных каких-нибудь, а потом уже когда-нибудь появляются там, не знаю, в BSD или там еще где-нибудь в Arch, ну, Arch вообще, в принципе, довольно актуальный, там, мне кажется, много всего, вот, что ты думаешь? Ну, ну, по статистике, наверное, стоит сказать, ну, то есть по качеству портов РИБСД, ну, по крайней мере, по тем метрикам, которые у Repology есть, ну, конечно, они не просто были там одни из лучших, когда Repology запустился, там, правда, не все линуксы были поддержаны, но в то же время там основные гиганты типа там Дебина, Ubuntu, Arch, Slotbills, ну, Slotbills, она поменьше, конечно, Slotbills тоже крупный архив, ну, там и много чего-то еще, Fedora, Magia, там, RPM, это все семейство. Короче говоря, FreeBSD порты были на первом месте, наверное, даже, вот, по количеству всего и по количеству новых, ну, потому что многие говорят, что в Debian там 60 тысяч пакетов, а FreeBSD 30, на самом деле это неправда, потому что в Debian бинарные пакеты бьются, то есть один, один сорт пакет, который как бы соответствует новому проекту, бьется на кучу бинарных, поэтому эти числа нельзя сравнивать, а вот Repology как раз-таки приводит их к тем числам, которые можно сравнивать, вот, и четыре года назад FreeBSD был, наверное, на первом месте, а сейчас немножко все изменилось, во-первых, появился Nix, Nix Packages, который, да, там какие-то бешеные количество пакетов, но я до сих пор не знаю, он вообще немножко странный, они странно, у них объединена версия и имя пакета, их даже не всегда можно разделить надежно, вот, поэтому, например, Python-2-2-3 тире номер версии, ну, то есть питоновский пакет, который называется 2-2-3, вот он, по их правилам разделения версии, 2-2-3 должно относиться к версии, вот, и вообще язык описания пакетов у них немножко странный, но самое странное это количество, такое чувство, что они значительную часть не просто пакетов, а вот рецепты для сборки пакетов они генерят, поэтому они так вырвались, ну, не знаю, честно говоря, что с этим делать, потому что с одной стороны как бы соревноваться они не совсем честно с таким подходом, с другой стороны вроде как неправда предоставляет эти пакеты, ну, в общем, тем не менее, сейчас вот он на первом месте по всем параметрам. Ну, я вот открыл, открыл реподжер, как бы, топ-топ репозиториес, там, by total number of packages, на первом месте AUR, собственно, 52 там с копейками, на втором месте Nix, 50 тысяч, на третьем Debian 33, и FreeBSD Ports на четвертом 27 тысяч. Да, там есть раздел графики, там есть карта такая, у которых, ну, как бы, двухмерная графика, у которой по одной оси количество пакетов, а по другой количество свежих пакетов, как бы, это вот две основные метрики, и там, как бы, разная картина, то есть, AUR, он, у него больше пакетов всего, но меньше свежих, то есть, он немножко подустарел, и так же за последние годы Debian Debian поднялся, он отставал от FreeBSD по свежести, сейчас он сравнялся и по количеству, и наоборот, ну, в общем, как-то так, он обогнал ее. Вот, в общем, ну, так в целом, что-то меняется, но, тем не менее, порты FreeBSD остаются на уровне. Вот, а что касается выхода приложений, честно говоря, я не помню уже приложений, которые уходили бы под Windows, ну, то есть, все как бы, достаточно кроссплатформенно пишется, я не помню, чтобы какие-то, какие-то костыли в каких-то портах были, ну, то есть, есть, странные вещи, типа, например, приложение на электроне, да, чтобы, который портирует, грубо говоря, нужно, вот сегодня раз портирует хрон, ну, да, да, подъемная задача, неподъемная задача, но, все остальное, ну, то есть, в моем понимании, нормальные приложения, библиотеки, модули и так далее, все как бы без проблем собрается, вот, и фриа здесь не имеет никаких, ну, то есть, скажем так, линуксы не имеют, не имеют никакой форы, вот, если это, если это кому-то понадобится, оно будет портивно фрибсд, тоже как, тоже как линукс любой. Слушай, а, кстати, ну, Коля, как раз мы немножко там вспомнили и про электрон, я тут сразу вспомнил про такую тему, как флэтпак, снап, ну, то есть, самодостаточные пакеты, вот, которые там в себе инкапсулируют все зависимости, да, и дают тебе такую большую пухлую фигню, которую ты там можешь поставить, по сути, там, без каких-либо дополнительных зависимостей, ты вообще, вот, как твое отношение к этому, к такому типу пакетов, скажем так? Ну, как сказать, наверное, не могу объективно об этом говорить, потому что, опять-таки, ни линусов я не использовал, ни каким-то большим админским опытом я не обладаю, то есть, я, конечно, использую там FreeBSD уже 15 лет, но это, наверное, не супер продакшн, вот, но, в целом, как сказать, возвращаясь вот к фишкам портов, расширяя их на все репозитории, в моем понимании должен быть слой, грубо говоря, слой интеграции, то есть, у тебя есть upstream пакеты, у тебя есть то, что приходят пользователи, то есть, не upstream пакеты, а исходники, есть исходники, есть то, что приходит пользователю, должно быть что-то посредине, потому что иначе получается так, что либо как бы, ну, вот, например, взять репозиторий питоновских пакетов или раббевских пакетов, это вот репозиторий исходников, напрямую использовать его опасно, например, буквально сегодня, вчера была новость о там найденных узимых пакетах, там, сколько-то сотен узимых пакетов в рабби-джемс. Да-да-да, было на днях буквально. Вот, в моем понимании такие вещи должны проходить через пакеты, причем не автоматизированным способом, а именно через монтейнеров, то есть, должны быть люди, которые посмотрят на это, убедятся, что это, как бы, ну, что оно то, что заявляет о себе, то есть, это полезный пакет, сделают так, чтобы он вставился в систему нативно, то есть, со всеми там путями и так далее, и всеми требованиями, которые, которые эта система имеет в своем софту. Вот, и, кроме этого, они, ну, насколько это возможно, проинтегрируют его с другим софтом, то есть, если это, например, обновление библиотеки или модуля, то они проверят хотя бы минимально, что зависимые от этого модуля вещи, они с ним хотя бы собираются, вот, в деле работает. Ну, тут, конечно, нужна поддержка автотестов, которая пока в зачатном состоянии, в FDB, в частности, но вообще это возможно. А иначе, как бы, если мы ставим, грубо говоря, питомский модуль из PIP, то нам прилетает что-то и все. Мы не знаем, что она делает, она может сломаться, она может чем-то конфликтовать и так далее. Ну, тут ты тоже, как раз таки, вот смежный вопрос, да, про пакетные менеджеры, ну, в первую очередь, языковые, да, там какой-нибудь бандлер, PIP, композер, NPM, вот это все, все, да, тут с ними, конечно, в принципе, админы-то их вообще не любят, ну, в смысле, админы юниксовые такие, да, линуксовые, вот, но одно дело, когда ты разработчик, там, не знаю, какой-нибудь там, даже фронтендер, да, вот приведем, так сказать, заюзаем таких хайповые сегодняшние направления, написать какой-то модульочек на JS и запушить его там в NPM, это дело, там, не знаю, ну, по сути, там, нескольких минут, но если ты заразбираешься, и все, а разбираться, поддерживать, мейнтейнить операционный, пакет операционной системы, там, не знаю, RPM, Debian, там, чего угодно, да, даже FreeBizD Force, это немножко все же другой уровень, да, то есть ты как автор какого-то такого пакетика, там, на каком-то языке, который, по сути, ну, прикладной, назовем его, да, какой-то, и лезть, лезть в подробности, там, операционных систем, ну, пусть не очень глубокие, безусловные, тоже по большому счету вполне себе, ну, не самые сложные и хардкорные, но тем не менее, это вот, там, одно дело, ты когда админ, как-то это тебе просто, просто близко, ну, где-то рядышком с тобой, а вот тут все же, все же нет, поэтому, мне кажется, это, это, конечно, такой утопичный, утопичный случай, хотя, тем не менее, хватает, он же сам там, не знаю, вот, основные какие-то там питоновские, php-шные фреймворки, даже какие-то, то есть, библиотеки, они вполне себе, есть мейнтейнеры, которые поддерживают для них, там, ну, нативные, dap, ppp, это самое, rpm пакеты, в принципе, их тоже можно ставить, но они все равно всегда будут отставать, потому что тут ты просто написал, там, компузер апдейт, там, не знаю, там, pip апдейт, и вот у тебя свежая версия, прям тут же, ты не думаешь, не ждешь, там, пока кто-то их где-то куда-то там выложит? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы, ты сделал pip апдейт, у тебя все сломалось, а если ты не сделал pip апдейт, ты зафиксировал версии, грубо говоря, как это там делается в Rast, и, насколько я знаю, какая-то странная ситуация, отталкивающая меня, вот, ну, то есть, там, все зависимости скачались, сфиксировались, и вроде как есть, отдают стабильные сборки, воспроизводимые, конечно, но, пакеты же должны быть живыми, то есть, если находится какая-то уязвимость, пакет должен обновляться, а не оставаться на той же версии, так, если у меня есть, там, широкое дерево зависимостей, то в случае, если они едут прямо из репозитория, то, я обновлюсь, все сломается, а если я их скачал, один раз зафиксировал, то из них половина станут уязвимыми через полгода, и я, может, даже об этом не узнаю, то есть, только используя какие-то особые инструменты, а вот если есть стой интеграции посредине в виде системных пакетов, это как бы все меняет, ну, понятное дело, что, да, большое количество мелких пакетов таким образом поддерживать, наверное, невозможно, вот, но, тут вот есть интересное наблюдение, скорее всего, я бы сказал, что нодовские вот эти вот пакетики из NPM, ну, точно нельзя поддерживать в системном пакетном менеджере, но, как ни странно, есть репозитории, сейчас не назову их, но они пакетят NPM-овские модули, вот, также они пакетят гошные модули, то есть, и растовские, то есть, если там, несмотря на то, что авторы подразумевают, и авторы языка, и авторы софта подразумевают, что все их зависимости едут с ними, или там ставятся из гитхаба, там, из фиксированных версий, то антеннеры с ними не согласны, и, как бы, пакетят их рядом, в общем, какая-то такая, я надеюсь, что постепенно это будет как-то сходиться вместе, и тут можно, можно что-то улучшить, явно можно, потому что есть какие-то, должны быть полуавтоматизированные способы обновления этого, чтобы, с одной стороны, тебе не ехало неизвестно что, с другой стороны, у тебя все не застряло на одной версии, а в итоге было какое-то среднее состояние, то есть пакетов на достаточно новых версиях, без известных уязвимостей, а при этом хорошо работающих вместе, как-то так. Слушай, ну, я тебя понял, да, но пока ты говорил, знаешь, у меня возникла мысль, что смотри, вот в современном мире там всякие кубернетисы, вот эти микросервисы, сервисы, докеры, контейнеры, вот это всего, мне кажется, что вот эта проблема, когда ты прям сделал себе там, условно говоря, пип инсталл, и у тебя там все сломалось, она все же немножко не так уже критично и актуально, потому что, ну, в нормальном случае, в таком продакшн боевом, ты не будешь делать это на фроде, да, ты это сделаешь у себя, в своем там стейджинге, где ты еще соберешь, у тебя там соберется автоматом вся ICD, новый твой контейнер, запустится миллиард тестов, там юниты, end-to-end, пятое-десятое, и оно всплывет, что все сломалось и как бы даже до прода не доедет, то есть, это все же пакеты, они больше нужны именно вот на этапе, наверное, разработки, а не на этапе там деплоя, это, наверное, эта проблема, наверное, больше подходит к каким-то системным вещам, то есть, когда ты там, операционку в конечную, на которой у тебя там крутится непосредственно весь твой там какие-то аппликишины, сервера и прочее обновлять, там, это да, но с другой стороны, там по идее не должно быть каких-то вот таких у тебя пакетов именно на уровне системы, которые там, не знаю, нодовские, питоновские, именно, которые ты там через пип вставил ради чего-то, тот же самый там Ansible, в принципе, ну, он есть нативный пакет, там не стоит гнаться там за каждым каким-то прям суперсовременным фичам, там и странкой его там, условно говоря, накатывать. Не думаешь? Не, ну, что касается, как бы, ну, CICD, конечно, никто не отменял, они решают много проблем, но они, они же еще сложнее, как бы, ну, они частично делают то, о чем я говорил, как раз таки, они частично являются вот этим промежуточным слоем, но мы-то говорим не о конкретном проекте, а обо всей экосистеме, и там их ввести, ну, это, в принципе, как раз то, о чем я говорил, как бы, CICD, который, например, в каком-то коммерческой разработке, собственно, введен там на 100%, ну, грубо говоря, для какого-то проекта, который хорошо разрабатывается, качественно, то есть, с поддержкой современных медиалогий, как и должно быть, вот, конечно, в глобальном масштабе такого ввести не получится, но в каком-то виде, в каком-то виде, возможно, да, и тогда, возможно, можно будет действительно зависимости обновлять автоматически, вот, и это, с одной стороны, часть проблем не пропустит, с другой стороны, часть, возможно, и пропустит, потому что, опять-таки, это все упирается в покрытие тестами, что, ну, вряд ли, я бы сказал, можно сделать для всех проектов глобально и хорошо. Ну, согласен, согласен, слушай, а еще вот немножко хотел, знаешь, расскажи, спросить про тестирование, автоматическое тестирование пакетов, там, не пакетов, в смысле, портов, да, в BSD, потому что я помню, давно уже шли разговоры про то, чтобы там прикрутить, когда ты там субмитишь новый порт, чтобы там запускались какие-то тесты, там, вот, как-то все это проверялось, хотя бы на каком-то уровне, ты уже упоминал, что там есть какие-то линтеры, но вот каких-то процессов, там, условно говоря, CICD, именно таких для непрерывных каких-то тестов автоматических, еще этого, этого еще нет, да, насколько я понимаю. Ну, как сказать, в этом месте, ну, линтеры, во-первых, это отдельная вещь, это как бы... Ну, да, это понятно, что отдельно, их просто, скорее всего, можно как бы интегрировать в общий процесс, да, именно вот автоматизация вот этого всего. Ну, их даже интегрировать не нужно, нет, понятное дело, что экосистема FreeBSD немножко устарела, там, Baxil, есть, в которой ничего там похожего, ну, не знаю, какие-нибудь плагины есть, но по факту этого нету, то есть, там нет каких-то роботов, которые возьмут там форт, который засобмитил кто-то, сразу пропустит, через там, хотя бы линтеры, вот, но с одной стороны, это не особо напрягает, потому что, ну, то есть, коммиттер, который будет смотреть на засобмиченный порт, все равно, смотреть на него так или иначе, он бесправленно запустит этот порт линтер руками, вот, с другой стороны, когда экосистема обновится немножко, там, есть какие-то разговоры о переходе на гид, наконец-то, вот скорее всего. Все еще на СВИНе живет, да? Все это. Да, все еще на СВИНе, но, честно говоря, это может не так уж и плохо, потому что большие репозитории в СВИНе, в общем-то, ну, не, не, дело, что там куча минусов, там, невозможность локальной заработки и так далее, где все-таки они, как бы, немножко неповоротливы, ну, в плане, не столько работать с репозиторием, сколько конфликтов там, при слиянии, то есть, ну, да, тебе, по идее, надо пересобрать все, что от него зависит. А если это какой-нибудь гет-текст, от которого зависит вообще все, то это сколько-то дней. Вот, поэтому, с одной стороны, этим CICD является сборка пакетов, собственно, потому что, ну, есть, как бы, такой рекомендуемый подход, что все-таки пользователи должны бинарные пакеты использовать, а собирать спортов, это все-таки удел там разработчиков, вот, с чем я, наверное, только частично согласен. тем не менее, пользователи, как раз таки имеют пакеты, которые, по крайней мере, собираются вместе, то есть, если что-то не соберется, просто пакет не обновится. Вот, и в этом плане они защищены, но, вот, то, о чем я говорил, это все-таки запуск тестов явно, такое, конечно, не везде есть, но, во-первых, оно должно везде вводиться, ну, как бы, отформаем курица, яйца, отдельные партнеры должны поддерживать тесты, то есть, где-то, грубо говоря, надо просто определить таргет до тест, и что-то там вызвать, ну, либо там, можно просто написать тест таргет, вот, то есть, таргет равно чек, по-моему, это везде работает, ну, более-менее везде, в конфигуртах и так далее, в семейке. Вот, важнее этого поддержка, поддержка вызова тестов, в том софте, который, собственно, собирает пакеты. Он имеет непродзносимое название Pure Duer, по-моему, я не знаю, как оно читается, такое французское слово. Вот, он просто собирает пакеты, грубо говоря, он запускает какие-то там тоже линтеры на них, но он не умеет запускать тесты, по той простой причине, что для этого нужен, как бы, еще один шаг сборки. То есть, дело в том, что тесты какого-то проекта могут зависеть от пакета, который зависит от этого же пакета, который ты тестируешь. То есть, тебе необходимо сначала собрать пакет со всеми зависимостями, а потом его протестировать. При этом, для тестов он поставится сам еще раз. Такая там проблема есть. Поэтому, как бы, из коробки, это не выкидывается, ну, то есть, это не пара строчек взять там и добавить запуск еще одной цели. там немножко надо инфраструктуру изменить, и пока этого никто не сделал. Вот. И, к сожалению, для меня это, хотя мне это очень хочется, но, по ощущениям, это не такая часотка, которую я, наверное, возьму, пойду и сделаю. Хотя, скорее всего, это не очень долго, не очень сложно сделать. Вот. Ну, в общем, тем не менее, вот это основное требование. Запуск тестов. Когда это будет, конечно же, будут в портах добавляться поддержки тестов уже. Ну, опять-таки, самое главное, это для модуля библиотек. А там много где оно есть. Вот. И это все-таки должно увеличить качество сильно, потому что, если что-то сломается, это будет сразу видно. Ну, конечно, конечно. Но процесс это, безусловно, долгий, и для этого нужны мощности. Вроде как, у проекта FreeBizD они есть. Там какие-то многоядерные машины кто-то предоставляет. Опять-таки, FreeBizD Foundation есть. Ну, да. который чуть-чуть оплачивает. Но, тем не менее, это как бы, ну, это не тот CICD, который там выполняется в Travis, грубо говоря, там, пять минут. Здесь это, конечно, будет гораздо дольше, потому что проблема в том, что надо собирать все, что зависит от этого пакета, обновляемого. Вот. Так что, вот так вот. Ну, понятно, понятно. Ну, ладно, поживем. Надеюсь, как-то потихонечку, потихонечку где-то появится что-то улучшится. Слушай, ну, что, мне кажется, так, или да, что-то, да, давай добавим дополнение. Да, просто хотел добавить, что потихоньку во всей экосистеме вот такие вещи вводятся, потому что там те же Reproducible Builds, которые на самом деле позволят доверять пакетам бинарным гораздо сильнее, чем сейчас, потому что компрометация системы сборки тоже, в общем-то, как бы, возможно, и даже была каких-то, ну, даже, по-моему, там, система распространения пакетов ReBSD была в свое время, где-то в районе какой-то восьмой или девяткой ветки. Вот, а Reproducible Builds, это, в принципе, тоже часть вот этой всей большой системы, которая, наверное, улучшит ситуацию. Это, собственно, в двух словах расскажи, это, возможно, Reproducible, как бы, повторяемые, так сказать, или, как сказать. Повторяемые сборки, когда, как бы, например, официальный пакет вышел, а я могу пересобрать его, и он получится такой же с точностью добавить. Вот, это требует во многих случаях каких-то действий, потому что, ну, бывают процессы сборки, которые от сборки к сборке там по-разному работают, например, для того, что разное количество процессоров в разном порядке, сверлить файлы, грубо говоря, вот такие вещи, или там, где-то явно зашивается в бинарный к время сборки зачем-то. Вот, такие вещи приходится выискивать и выпиливать. Вот, но в итоге это позволит, как бы, например, вы можете не доверять пакетам официальным, потому что система сборки может быть сломана. Но, если вы их перепроверите, или будет какой-то, например, сервис, который независимый перепроверяет, и в целом уровень доверия будет достаточный, то есть у вас будут официальные пакеты и кем-то проверенные, вот, то вы можете даже в каких-то требовательных безопасностях там окружениях ставить бинарные пакеты. Потому что, вроде как, при сборке вся цепочка от вендора исходного кода до бинарного пакета, она вам подконтрольна, если у вас инфраструктура не скрометирована, вы можете доверять тому, что получилось. Вот, с бинарными пакетами, конечно, это не так. Ну, понятно, понятно, да. Ну, хорошо, хорошо, чего, поживем, увидим. Смотри, мне кажется, мы с тобой вроде обсудили все такие вопросы, какие планировали. Так что, предлагаю потихонечку закругляться. Да, я просто вспомнил, что так и не сказал про флотпаки всякие. Ну, мы немножко там свалились, да, в сторону больше там NPM-ов, композеров, PIP-ов и прочих. Ну, можно дополнить, да, давай. Ну, в принципе, да, там можно дополнить, что это та же самая проблема, что забадленная зависимость в Расте. То есть, ну, только это все сгубляется еще тем, что это блок. Вот, поэтому по мне так не стоит это использовать. в плане они могут каких-то узких нишах могут быть полезны в плане распространения там проприетарного ПО, потому что известно, что сложно очень сделать линуксово-бинарный, который будет везде работать. и там доставки больших приложений, которые медленно собираются, но при этом и хочется тестировать, например, либо офис какой-нибудь бета. Вот, но в целом для повседневного использования, наверное, это неприменимо по ряду причин. И размеры, и эффективность, и безопасность, и трудность поддержки, и так далее. Вот, и в итоге основной поинт в том, что как бы все должно вставиться из системного репозитория, будь то модули, большой, маленький суд, библиотеки и так далее. Вот, честно говоря, вот уже 15 лет это практикую, и не пожалел еще. Такая вот точка будет. В общем и целом, я тебя поддерживаю в этом плане, да, мне тоже кажется, что это более правильно, может быть, это в некоторых случаях там чуть сложнее, чуть менее гибко, но немножко больше ясности и прозрачности и контроля, как-то так скажем. Давай, наверное, на этом поставим точку в сегодняшней нашей с тобой беседе. Спасибо тебе большое, что не отказался, пришел в гости, вот рассказал про проект, про подходы, немножко всякие, в принципе, про BSD вы немножко поговорили, вспомнили, обсудили, как там, чего. Ну, вспомнили, это я больше про себя, потому что я последние уже там не знаю сколько лет, 5-7, может быть, чуть больше уже так особо на BSD не сижу, на десктопе я там на Mac переехал, а на серверах как-то на какой-то работе мы там в CentOS ушли, вот, но тем не менее, тем не менее, было очень интересно. Друзья, вам спасибо. Тебе спасибо. Друзья, вам спасибо, что слушали, не стесняйтесь задавать ваши вопросы, комментарии, пожелания, поддерживайте подкаст на Патреоне. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok